Привет, друзья, с вами Бляр и опять же на ваших ранах Синси Ривалс. И прежде чем начать, я вам хотел бы сообщить, что в этой игре у меня есть свой альянс, своя команда Бляр Тим. Как вы видите, уже 16 человек в нашей команде, осталось 14 слотов, так что поспешите, те, кто начали играть, кому игра понравилась и желаете вступить в клан. И опять же, как видите, у нас в клане есть общий чат, куда игроки кидают свои реплеи, как раз таки один из этих игроков Блиц Винг. Третья, получается, бронзовая лига. Это, можно сказать, еще как бы новичковая лига, но все же это не первая лига, да, первая лига это железная. Вот, и весьма любопытный реплей против Вриккинет, игрок. В общем, тут оба армии нот, генералы оба сет, так что давайте с вами посмотрим, и я думаю, вы догадаетесь и поймете уже, в чем прикол этого реплея. Да, может быть, игра недалеко не профессионалов, но она очень интересная, и самое главное, с очень интересным исходом. Ну что, развертываются командные центры нот. Сразу со старта выходят ханвестеры по одному каждому. Как мы видим, у Вриккинета команда центра третьего уровня, поэтому и ханвестеры третьего уровня, а у нашего Блиц Винг четвертый уровень. Пошли огнеметчики, пошли огнеметчики сначала со старта от синего, буду называть синий и красный, так удобнее, чем выговаривать маневники. И также развертываться казарма, но прежде чем развернуть казарму, красный сначала вывел два ханвестера, и пошли от него ракетчики. Немножко, мне кажется, неудачно получается со старта стратегия, потому что против огнеметчиков, конечно, это неудачно. И пошли ракетчики от синего, от нашего, и как раз таки я так понял, эта цель будет ханвестера, потому что за выбитый ханвестер вы получаете сразу 100 тибериума. Но нет, решил все-таки Винг занять точку. Пошли от него же баги, есть военный завод, и также есть военный завод у красного, и пошли скорпионы. Конечно, скорпионы предпочтительные против баги, тем более, что баги второго уровня, а скорпионы у красного третьего уровня. И также мотоциклы, мотострелки. Конечно, скорпионы с ним без проблем справляются. И причем, посмотрите, мотоцикл-то шестого уровня у красного, достаточно хорошо их вкачал. Там, наверное, будет мощный юнит по уровню. И первую ракету все же запускает Винг наш игрок, Молочага. И юзает, так сказать, у каждого генерала здесь и свое, можно сказать, суперспособность. Да, вот как раз таки сет, он может в любом месте делать высадку огнеметчиков. Но пошли уже киборги пятого уровня от красного. И киборги, это уже серьезно. И у нас есть, да, есть технологический центр. И танки-поджигатели. Против пехоты, конечно, это очень мощный юнит. Пехота ничто не сможет с ним сделать. Здесь уже нужны, мне кажется, скорпы, наверное, Винго. Даже мощке нет смысла здесь спамить. Очень тяжелая техника. Очень тяжелая техника занимает именно верхнюю точку. Да, и снизу, посмотрите, вот этот, на самом деле, танк-поджигатель. Нужно послать бы вниз с красного, потому что внизу одна пехота находится. Но высадка-поджигатели. Скорп пошел не очень удачно против ракетчиков. Он ничего сделать не сможет. Плюс еще помогают мощке четвертого уровня. Пока все равно по точкам, но все же одна ракета была в красного запущена. И опять же, рокет-баги. Ну, как по мне, немножко, наверное, тут ненужный юнит. Хотя чисто, если побороться за ракету. Ну, слушайте, поджигатель, кстати, против рокет-баги не особо имбовый. Не особо имбовый, да, поджигатель чисто против пехоты. Но здесь уже и своя пехота подходит у красного. Да, пока чисто багами Винк пытается именно побороться за территорию. Но вот пришел киборгами своими и красный на нижнюю территорию. И теперь я чувствую, будет запущена ракета. Нет, не будет. Счетчик опять желтый. Очень активная борьба за ракету. И все-таки, да, запускается, запускается ракета в сторону нашего соклановца. Опять же, пока война идет одними поджигателями и багами. Пошли, наконец-то, киборги и от нашего комрада. Как раз-таки против поджигателя. Посмотрим, насколько они эффективны. Нет, ну, поджигатель, конечно, все равно будет мощнее. Тут нужны скорпы. Я не понимаю, почему в скорпы не переходит сейчас Винк. Может быть, они, конечно, на вооружении у него не стоят. Потому что перед каждым матчем вы ставите... Там есть лимит юнитов. Вы ставите своих юнитов на вооружение, скажем так. Тут уже два поджигателя. И они весьма грозно смотрят. Третий поджигатель вышел, посмотрите. Да, видать, просто со старта тяжелую технику не стал ставить Винк себе в войска. Хотя есть технологический центр. И пока из него спамят только вот киборги. И то мы видели только одного. Опять же, борьба за ракету. Но я вам скажу, что по юнитам, как по мне, все-таки, наверное, красный пока преимущество. Но почему-то он медлит и не идет на нижнюю точку. Хотя мог бы там поработать поджигателями. Но посмотрите, попытка от синего сразу сжечь командный центр. Но на самом деле неплохо весьма. Это очень хороший маневр. Плюс отвлечь своего оппонента. Да и просто, на самом деле, если вот так вот постоянно делать высадку и сжечь командный, то в конце концов можно дожечь командный. Но в то же время нужно держать точки. Потому что ракета в чью-либо сторону всего лишь осталась одна. Но молодец. Мне нравится, как действует Винк. Можно так сказать, немножко бодрее, чем его оппонент. Напоминаю, что лига одинаковая у ребят. Но по юнитам, ну какие-то юниты мощнее, на самом деле, у красного. Какие-то юниты мощнее у синего. Но мне кажется, что у красного юнитов мощнее больше. Вы посмотрите, опять высадка поджигателей слева. И этим же отвечает красный сет. Но пытается уже просто добивать командный центр. Но поджигатели будут очень долго его добивать. Мне кажется, лучше, наверное, даже как-то добраться своими киборгами, которые ходят по два чувачка пятого уровня. Причем киборги и там, и там пятого уровня. Да, ну пытается, конечно, еще багами. Но баги, они хороши. Я так понял, с поджигателями. То есть они более бронированы. Но с пехотой баги вообще бесполезная тема. Да уж. Но пока по хп, конечно, все немножко впереди Винк. Но опять же, в чью-сторону запустится ракета. Я бы сказал, так знаете, ребята больше боятся рисковать. Играют как-то более от дефа. И опять снизу, посмотрите, вылазка от синего. У него причем поджигатели помощнее на один уровень. Но все равно как-то эффективнее красный жгет. Интересно. Да, и борьба за точки очень мало. Пытается как-то Винк немножко, так сказать, выбивать где-нибудь на точке красной. Но вот красный на нижнюю точку вообще ничем не идет. И тут уже, наверное, дело времени. Просто нужно реально Вингу забить уже хрен на эту точку. Просто как-то проходить и просто пытаться уже добивать командный центр. Но вот как мне в такой ситуации, наверное, не хватает воздушных юнитов. Правда, я не помню на самом деле. В третьей бронзовой лиге какие появляются воздушные юниты, когда появляется Инферно. Вот Инферно в такой ситуации просто идеально подошла бы. Две Инферно по командному центру и командный центр загорает. Но честно не помню, с какого времени Инферно появляется. Потому что это как бы супер юнит считается. Это получается фиолетовая карточка. Смотрите, опять выпад. И опять жгется командный центр к красному. И здесь уже на самом деле совсем немножко Вингу осталось. Совсем немножко. Капелюшечку. Еще одну вылазку сделать. И можно его дожигать. Да, и Рокет Багги, кстати, потихоньку клетка освобождает. То есть, к верхним позициям можно заезжать. И вот сейчас реальный шанс запустить ракету. Ракета повернута, но все-таки Киборги помогают. Уже Багги. Багги тут командному центру. Нет, здесь не получится. Но вот как раз-таки опять вылазка. Посмотрите. И сейчас уже можно дожигать. Главное не простаивать. Ах, Киборги не дают по клеткам. Именно становится очень грамотно. И приходится обходить этих Киборгов. Но пошел жечь. Да, пошел жечь. Капелюшечку просто осталось. Ах, не удается. Очень хорошо. Каша Красный тоже играет. Просто мизерное ХП, дорогие друзья. Просто одна вылазка. И я думаю, Винг должен будет побеждать в данной игре. Но я вам скажу, что на самом деле Синий активнее играет всю игру. Он пытается бороться за верхнюю позицию. Сжигает. Пытается сделать все для победы. Но пошел счетчик. Три, два, один. И время вышло, дорогие друзья. Да. Ограничения есть во времени в игре. Я сам этого не знал. Но этот реплей помог. И ничья. Но вот лично мое мнение по этому поводу. Я считаю, что немножко, наверное, нечестно судить ничью в такой битве. Потому что, в общем, база у нашего игрока, у нашего соклавница была целее. Причем целее она была намного. То есть там реально миллиметрик остался противнику выбить. И играл наш, как говорится, соклавниц активнее. Ладно, дело может быть даже не в активе. Но я думаю, что в такой ситуации все-таки нужно решать именно, у кого базы больше хп, тот должен побеждать. Но в игре вот такая закономерность. В общем, если вы оба остаетесь под конец времени живыми, значит присуждается ничья. Первый раз я вижу ничью в этой игре. Конечно, меня это удивило. Друзья, если вам понравилась данная битва или данный исход битвы, да, может быть для вас это тоже в новиночку, то обязательно ставьте лайк, конечно, подписывайтесь на канал и оставляйте свои мнения в комментариях. Не забывайте про Дискорд канал и, конечно же, про группу ВКонтакте.